Когда все самое сложное позади, выбор квартиры, сделки, вычеты, можно и о себе подумать, потанцевать, например. Про яркую и динамичную бачату расскажет наш корреспондент Никита Шабанов. Страсть, азарт и нежность – все это бачата – один из самых чувственных латиноамериканских танцев. Возник в 60-х годах на улицах Доминиканы, носил статус бедного, исполняли его тогда только люди из сельских провинций. Все поменялось спустя 20 лет. Новые мелодии и движения добавили свою изюминку. Теперь он заводит людей в каждом уголке мира. Там вообще все про жизнь. То есть бачат – это танец про жизнь? Ну да, с нашим менталитетом российских женщин вообще бачата рекомендована всем. Мы не умеем слушаться. Он учит быть девочками, доверять мужчине. Гармония и полное взаимопонимание – главные элементы бачата без них. Танец теряет свою уникальность, как и в других направлениях ведет в паре мужчина. Близкий контакт с партнером и плавные движения придают страсти и чувственности танцу. Но с первого раза получается не у всех. С чем мы сталкиваемся? Самое сложное – это научиться доверять. Самое сложное – это чтобы девушки не брали на себя мужскую роль, научились расслабляться и полностью слушать партнера. А для партнера что самое? Для партнера самое важное – это хорошо выглядеть, естественно, и быть уверенным в своих движениях, уверенно вести партнершу. Ну, короче, как в жизни. Все плюс-минус одно и то же, только бачата. Бачата, как дорогое вино, множество оттенков и приятная послевкусие, впитала в себя все лучшее из самых разнообразных стилей. Полвека и несколько десятков смежных направлений понадобилось, чтобы танец обрел свою окончательную форму. Балера, Кабаре и Доминикана были основными. Для преподавателя важно разобрать и показать каждый стиль. Бачата бывает абсолютно разная. У нее есть разные подстили, и она бывает очень нежная, романтичная. Она бывает очень веселая, задорная. И бывает с добавлениями современных тенденций в других направлениях. Мы здесь учим всему понемножку и стараемся, чтобы ребята учили и знали всю бачату разную, как она бывает. Романтичная и нежная музыка помогает расслабиться, вызывает положительные эмоции, а сам танец подходит для укрепления здоровья, развивает вестибулярный аппарат, мышцы, улучшает координацию, но главное – эффективно борется с осенней хандрой.